Добрый вечер. И мы продолжаем наш кур по второй части книги «Исход». И сегодня мы занимаемся историей получения вторых скайжалей. Это завершение истории Золотого Тельца. До этого мы обсуждали на последних лекциях саму историю Золотого Тельца, после этого исправления ситуации, прощения еврейского народа. И сегодня мы переходим к вторым скайжалам. Все, начинаем. Все слышно хорошо? Окей. Натан, у тебя звук. Натан, у тебя микрофон. Ага. Сейчас. Все, окей. Все нормально. Так. Итак. Перед тем, как Всевышний дает евреям вторые скайжали, есть некоторый отрывок, довольно странный. Этот отрывок перед нами на экране. Бог говорит, Моисеев, я заключаю союз перед всем народом твоим, и дальше есть определенные изложения заповедей, которые с чем-то похожи на 10 заповедей, а в чем-то не похожи. И заповеди вообще-то другие. Но возникает некоторое впечатление ошибочное, которое я встречал у несколько раз, у тех, кто читает вторую без комментариев, им представляется, что это и есть второй вариант 10 заповедей. На самом деле, это, конечно, не так. Мы дальше увидим, что 10 заповедей совершенно те же самые. Хотя, например, там, в стихе 27-м, вот здесь такой стих, когда Моисей спускается с горы, и сказано, напиши себе эти слова, потому что по этим словам заключил союз с тобой и Израилем. И из-за этого возникает впечатление, что эти слова, в смысле то, что было сказано выше, то есть мы видели текст, что это заповеди, не соответствующие детям заповедям. Это, скорее, там ритуальные многие заповеди. Но возникает впечатление из-за того, что сказано, запиши эти слова в 27-м стихе, возникает впечатление, что это и есть вторые скрижали. На самом деле, конечно, это не так. Вторые скрижали совершенно идентичны первым скрижалям. И здесь у нас подчеркнуто, написал на скрижалях слова Завета 10 речей. То есть, Асера, Градеброд, 10 заповедей были написаны на вторых скрижалях точно так же, как на первых. А зачем же эти, это изложение заповедей у нас есть? Что оно нам дает? И здесь мы видим, что фраза, которая завершается, что по этим словам заключил и остаюсь с тобой Израилем, она говорит не о том, что написано на скрижале. Она говорит о том, что вокруг изложено. В первый раз, когда говорили в первые скрижали, то тоже там были все эти аспекты. То есть, есть аспект скрижали, 10 заповедей, аспект откровения. Есть аспект законодательства, который изложен в разделе Межпатин. И есть аспект, собственно, как бы процедуры заключения Завета. Здесь ситуация та же самая. Есть ситуация заключения Завета. Мы сейчас увидим. Есть 10 заповедей, те же самые, на вторых скрижали. Только они отличаются с скрижали. Мы обсуждали это уже раньше. Со скрижали отличаются тем, что это сами скрижали делают Моисей. То есть, скрижали – это соединение божества и человечества. Отличают с первого раза, когда скрижали были чисто божественными. Но вот эти вот заповеди, которые здесь изложены, это обрамление Завета. И вот это обрамление Завета здесь, собственно, иное, чем в первый раз. В первый раз в разделе Межпатин нам были даны в основном заповеди социального устройства. Здесь же то, что мы сейчас прочтем, это скорее заповеди ритуального плана. То есть, эти заповеди, которые в прошлый раз тоже были, они здесь усилены. Из этого мы как бы можем видеть, что в процессе опускания божественного света на землю, в процессе того, что нужно заключить завет с еврейским народом, и для этого нужно, чтобы заповеди были как бы земными, более приземленными, вот для этой приземленности заповедей виртуальный аспект совершенно необходим. То есть, без соответствующих виртуальных вещей не может быть связна передача ценностей. Иногда можно про местные заповеди, они кажутся чисто внешними. Это как бы представляется, что это чисто форма, а не содержание. Но, не зависимо от того, считать ли это форму и содержание, конечно, традиция виртуальных содержания тоже важнейшая, и мистическая тоже. Даже если эта форма, она необходима для процесса передачи традиции. Без того, что кажется даже ритуальным вещами, никогда не будет следующее поколение правильно воспитано. В этом плане интересно отметить, что реформистский иудаизм, который в середине XIX века поставил себе как бы такую задачу оставить только главное содержание иудаизма, вообще, надо сказать, что реформистский иудаизм, который появился в середине XIX века, у него идея была, что можно из иудаизма убрать вещи поверхностные, как бы оставить главные. То есть оставить монотеизм, а убрать вещи типа «Суббота» или «Сашилта», которые оказались тогда вещами чисто ритуальными. Но оказалось, что если это все убрать, то невозможно будет передать тот самый монотеизм. Соответственно, последователи реформистского иудаизма очень часто отходили от религии вообще, отходили от иудаизма, просто переставали считать себя евреями. И, соответственно, оказалось, что идея оставить чисто содержание, она неустойчива. То есть если оставить только содержание, но не оставить форму, то не будет тех сосудов, которые могут удержать это содержание. И поэтому чистые идеи без ритуального наполнения, без ритуальной формы, точнее, без ритуального обрамления, они не могут быть переданы следующему поколению. Но рассмотрим теперь, какие вещи у нас здесь есть. Значит, прежде всего, очень подробно изложено взаимоотношение с хананскими народами. Что есть, остерегайся, изучение союза с ними, остерегайся быть с ними в мире, потому что тогда они тебя поблазнят к своему идопоклонству. Но наоборот, жертвенники их разрушат, и кумирные идеи своих детей, потому что если будешь с ними, закончить с ними союз, то тогда они тебя пригласят, есть жертвы свои, будешь жениться на их дочерях, и тогда, соответственно, твои сыновья разворотятся. Здесь мы видим, что иглопоклонство, их хананское иглопоклонство считается вещью очень притягательной. То есть есть некоторое... Почему она притягательная? Потому что когда народ приходит в свою страну, ему очень хочется ощутить, что он на месте как бы в стране, что он понимает, как живут в этой стране. И те, кто жил в ней раньше, они часто становятся таким как бы символом исходных обитателей. Надо сказать, что даже когда сегодня в последние столетия евреи пришли в страну Израиля, то в начале, в 20-е годы, в начале 20-го века было целое движение среди первопроходцев еврейских, что нужно подожжать арабам. Им казалось, что если арабы здесь живут, и они как бы вот в этой стране уже обзывались, то, чтобы быть правильным жителем страны Израиля, нужно быть подобным арабам. Это, разумеется, совершенно не так. Наоборот, арабы не умеют правильно жить в стране. Если мы посмотрим на то, как евреи обращаются со страной, и арабы обращаются со страной, то мы увидим, что евреи несовременно успешны. И евреи, скажем, сажают леса, а арабы, наоборот, уничтожают леса своими, тем, что они разводят мелкие арабы и скот, что, в общем, для них даже было запрещено. Еще Талмута запрещает разводить мелкие арабы и скот, потому что он объедает новые растущие деревья, так что никто не может вырасти. Когда это еще побеги, то можно объедать и защитить от скота. Потом уже, когда это дерево, то оно, конечно, козы и овцы ему не страшны. Но вначале это очень существенная вещь, арабы ничего этого не соблюдали. И поэтому они вообще-то разрушили страну, а вовсе не были здесь как бы природными обитателями страны. Но евреям в 20-е годы казалось, что это такая романтика арабского расселения страны, что нужно рабам подражать. То есть это пример того, что когда народ приходит в страну, то ему очень хочется подражать как бы тому, кого считают исходными обитателями. И здесь для евреев оставшееся хрананское население, даже если бы оно было подчиненным еврейскому населению, все равно оно представляло огромную опуху. Это, кстати, не означало, что надо было уничтожить обязательно целиком хрананское население. Но нужно было поставить ему ультиматум. Или они отказываются от своих религиозных грязов, от своего иглопоклонства и принимают не только еврейскую власть, но и принимают еврейскую систему ценностей, и монотеизм, и фактически религиозные взгляды еврейские, то тогда они могли оставаться. И мы знаем из истории, что были такие, кто оставались, там, например, Руд, Рахав из Иерихона, или целый народ диванитяне, но это все-таки были маленькие народы, тогда в Станежея было много маленьких народов, в каждом городе фактически был как бы свой народ, как это очень часто встречается в горной области, когда каждая большая деревня несколько отличается в национальном плане от соседей даже. Вот. Но это было только маленькой части, а с остальными пришлось воевать. Но вот именно эта опасность того, что евреи будут перенимать кананские обычаи, из-за этого, соответственно, запрещено с ними заключать союз и оставлять их в стране. И дальше здесь есть много вещей про праздники, праздник Мацы соблюдай и выкуп первенцев, то есть многие вещи, которые там, которые кажутся расширением как бы Десятизападов. Есть про субботу, в которой есть Десятизапады, но в Десятизападах их нет про праздника, здесь они есть. И про Песов, и про Шевот, как мы видим, есть 22 стих. И, соответственно, о том, что отриаза в году являться в храм. То есть ритуальным вещам уделено здесь существенно большее место, чем раньше. И мы сказали, что это важно очень для сохранения традиций. Но в частности, здесь же известная фраза, что не вари, коронку, в молоте матери, на которой потом основаны законы молока. и имелся, разделение молока имелся. То есть, итог лишь главный такой, что 10 старые скрижали, они более человеческие обыденные. И сами скрижали более человеческие обыденные, которые сделаны социальности богу, и обрамление их более как бы законные ритуалы, которые возлют до передачи. И все это дело, все это несколько приземляет старые скрижали, с одной стороны, а с другой стороны, именно это и дает им возможность оставаться некой реальной силой, не разбиться и реально построить по ним жизнь народа. Вопросы? Вопросы? Если нет вопросов, то продолжаем дальше. Мы продолжаем. И 28 стих говорит, что пребыл там, в Исейной горе, 40 дней и 40 ночей. Это нас, конечно, отсылает к первому пребыванию в Моисееве горе, к первой истории Деявания скрижали. И дальше особая вещь, которая не была при первых скрижалях, и было, когда сходил Моисей из горы Синай, и обе скрижали откровения в его ухе, то Машин не знал, что стало лучами сидеть в его лицо. Вот это вот вещь, кстати, оттуда вы, наверное, слышали, опять-таки, что слово лучами сиять это слово керон на иврите, как слово рог. Рог и луч одно и то же слово, и из-за этого в латинском переводе было переведено так, что стало, как бы, рога появились у Моисея, и, соответственно, из-за этого известный Микеланджеловский Моисей, который с рогами изображен, с рогами. Но, конечно, здесь просто ошибка перевода, никакого отношения к рогам это не имеет, а просто слово керон означает и рога, и лучи. Но здесь у нас ситуация таким образом отличается от первой двумя аспектами. Во-первых, что лицо Моисея сияет, это первый пункт, а второе, что Моисей не знает, что его лицо сияет. То есть, здесь для нас важно не только само сияние лица Моисея, а то, что Моисей этого не знает. Что это означает и почему важно то, что, почему важно это сияние, которого нет в первый раз, и почему важно незнание Моисея. прежде всего то, что Моисей сияет, является то, что Моисей сам становится источником Тары. То есть, Тара дана, Тара здесь не отрывается от личности ее передающей. Моисей является передаточным звеном. И здесь, наверное, разница с первыми скрижалями, что в первый раз Моисей не являлся передаточным звеном в достаточном степени. Или, точнее, он не был достаточно вовлечен в эту передачу. При первых скрижалях Моисей не участвовал в записи скрижалей, и поэтому он отдельно, он только как бы несет. машина, контейнер, который несет скрижалей. Здесь же Моисей является частью написания скрижалей. То есть, скрижалей интегрировано с Моисеем, и поэтому его лицо теперь сияет. До этого этого не было. И при этом Моисей не знает, что его лицо сияет. почему нам важно это незнание. Что такое, что он не знает? То есть, он приписывает сияние самим скрижалям. Сияние, которое от него распространяется, он приписывает это тому, что он не скрижалей, но не своей личности. И здесь в этом выражается чувство некой я бы сказал бетуля от СМИ, как это перевести на русский, некого самоуничижения Моисея, да? Самоаннулирование. Как? Самоаннулирование. Самоаннулирование, да, это, конечно, хорошо, русское слово, но я не знаю. То есть, это значит, что Моисей не видит себя здесь. Он считает, что он только передает передаточное звено. И вот эти оба аспекта важны. То есть, важно, что он часть вторая. И важно также, что он это не осознает. То есть, вот это осознание себя как части, оно потом приходит к Моисею. То есть, позже Моисей начинает себя так осознавать в процессе передачи Тары народу. Но первоначально эта вещь, она ему не открыта. То есть, иными словами, развитие Моисея самого в дальнейшем происходит в направлении того, что он осознает, что Тара, которую вначале он считал, что она чисто божественная, чисто свыше, и вначале, когда он нес первые искажали, он совершенно даже не осознавал, что он должен участвовать. И здесь он еще не осознает своего участия. И только постепенно он понимает, что на самом деле передача божественного света не может пройти без человека. То, что он сам является источником свечения, что его лицо светится, это некая необходимая часть. Он приходит к этому фактически в конце жизни, когда он произносит книгу Дворим в Терозаконии, которая является речью Моисея, по собственной инициативе он ее говорит, но при этом она является дальше неотъемлемой частью Тары. Бог повелевает записать речь Моисея в Тару, тем самым легитимизируя ее как божественное откровение. Хотя, конечно, она является прямой речью Моисея. Вот этот переход Моисея от установки, что он только передаточное звено, к установке, что он на самом деле активный участник процесса передачи Тары, это развитие Моисея от этого момента к дальнейшему. Но здесь, но это будет потом, это дальнейшее развитие. А здесь происходит то, что свечение лица Моисея вызывает кризис. И мы читаем в 30-м стихе «И Аарон и все сыны Израиля, люди Геремаши, и вот лицо его сияет и боялись подойти к нему». Интересно отметить, что здесь указан Аарон, например, но не указан Яшуа. То есть нет указания, что Яшуа боится подойти к Моисею. Видимо, Яшуа не боится подойти к Моисею. Вообще, во-вторых, с крижалях роль Яшуа менее проявлена, чем в первых, особенно, когда Моисей спускается, как бы проблема уже такая решена, но Яшуа занимает совершенно особое здесь положение. И мы обсуждали, наверное, уже, или дальше еще раз оттудим, что есть дальше две передачи учения Тары. Что есть передачи, и она записана в Талмуде, в разных местах Талмуде, есть два разных описания. Есть Тарсатавод, известное описание в Теркея и в другом месте, в Демаре, есть описание. В одном описании Моше передает Тару Яшуа, а в другом описании Моше передает Тару Аарона, его сыновьям, ученикам и дальше. И здесь вот эти две линии передачи это два разных прочтения Тары, что ли. Это Тара как Голоха и Тара как Терц. Это особая тема, которую мы, наверное, будем в дальнейшем. Мы сейчас не будем делать это, знаете, она слишком сложная для нас сейчас. Но потом обсудим. Итак, вернемся мы к стиху Тарицаку. Аароны все сны Израиля, увидели Моисея, и вот лицо его сиять и боялись подойти. То есть для Аарона статус Моисея, который здесь появляется, он тоже ненормальный. Мы помним, что до этого народ боится подойти к Синаю, он боится оскорение Бога. И здесь Моисей как бы близок к оскорению. То, что вид Моисея столь близок к оскорению, соответственно, народ пугает. Но дальше мы видим на всех такой «И призвал их Маши, и вернулись к нему Аароны глава общины». То есть Моисей как аналогично тому, как Бог призывает Моисея войти на гору Синаи, мы помним, что тогда мы читали, что Моисей поднимается на гору, но не сразу может войти. Он там ждет семь дней и только потом входит в область, как мы читали при первом поднятии Моисея на гору. Или дальше мы видим в книге Варикра тоже ситуацию, когда Бог приглашает Моисея войти в шатер откровения, и только тогда Моисей может войти. Но здесь также Моисей аналогично этого приглашает Аарона и народ. И Моисей с ними разговаривает, и затем подходит сына из Ираильевых, он им пересказывает, и дальше 33-й очень важный для нас. И когда кончил Моисей говорить, с ними он ложил на лицо свое покрывало. И здесь у нас возникает новая очень важная тема, вот это покрывало, которое есть на Моисея, оно, то есть Моисей покрывает лицо, потому что от него распространяется свет. И нам говорится здесь следующее. Когда приходил 34-й тихий, когда приходит Моисей перед лицо Господа, чтобы говорить с ним, то он снимает покрывало, разговаривает со Всевышним. Снимает, пока не выходил. Значит, когда он выходит, он опять закрывает лицо покрывало. Дальше. Выйдя, он пересказывается нам Израиля то, что ему заповедано. и видели сыны Израиля лицо Моше, как его лицо сияет. И опять накрывал Моше свое лицо после разговора с народом или после того, кого обучал, пока опять не входил для беседы с Антиму. То есть итог у нас следующий. Моисей снимает покрывало со своего лица только когда он занимается второй. Когда он занимается учением. то есть или когда он воспринимает от Бога он снимает покрывало и его лицо открыто. Затем он закрывает лицо выходит закрывает лицо. Когда сыны Израиля приходят с ним обсудить он опять снимает покрывало и видит сына Израиля что лицо Моше и кожу лица его сияет. А затем после окончания обучения он опять закрывает свое лицо покрывало пока не входит обратно ко всему то есть в итоге лицо Моисея открыто или когда он воспринимает Тару от Бога или когда он обучает Таре евреи и на все остальное время лицо Моисея закрыто. И это важнейший принципиальный совершенно момент для всего дальнейшего развития. Что такое открытость лица и закрытость? Здесь вопрос почему Моше закрывает лицо? Ведь он закрывает его здесь дальше не потому что народ боится наоборот когда он разговаривает с народом когда он его учит покрывало снято и поэтому видели 35 из них видели лицо Моше как когда он их учит но когда он заканчивает их учить он опять закрывает свое лицо то есть проблема закрытия лица это не проблема того что народ боится наоборот когда он изучает народ народом он лицо открывает проблема закрытия лица это проблема того что Моисей занят только и исключительно изучением тары он закрыт на все остальное он закрыт на все общение с окружающим миром кроме получения тары И в начале это было, наверное, очень сущностно важно. Вначале это позволяло подчеркнуть, сколь важно изучение тары. В начале народ видел, что Моисей не интересует такое окружающие вещи. Его интересует только передача учения. И это было некоторое правильное воспитание еврейского народа. То есть народ воспитывался, увидел, сколь важна тара, сколь важно учение, которое Моисей передает. Но дальше именно это стало источником проблем. Потому что это означало, что во всей дальнейшей жизни Моисей не контактирует с народом. Он не знает, что происходит. Он не видит окружающего мира. Он занимается только специфической учебой. У нас в истории бывали случаи, что еврейские мудрецы пытались поступать аналогичным образом. Скажем, особенно когда, начиная с начала XIX века, вошла в западную Европу, в начале XIX века, в восточную Европу, в второй половине, в конце XIX века, в начале XX века, что были еврейские мудрецы, которые не хотели смотреть по Стеанаму. Они говорили, что, в общем, мир по Стеанам, он ужасен, мир по Стеанам, он плох. И они закрывали лицо до такой степени, что, скажем, были люди, которые водили их просто за руку из дома в Ешиву, где они преподавали. И там они, конечно, открывали лицо и преподавали, а потом закрывали опять лицо, чтобы не смотреть на окружающий мир. И вот это желание не смотреть на окружающий мир, оно на самом деле разрушительное. То есть поначалу кажется, что вот он святой человек, он смотрит только на то, что происходит в учении, он смотрит только на Тару, он только общается с учениками, он только преподает. И как это замечательно, как это хорошо, как это свято. А на самом деле это означает, что человек не видит то, что происходит. Человек не знает окружающего мира. Человек не понимает проблем, которые есть в окружающем мире. Он же закрыл лицо, он не читает газеты, ведь в газетах написано всякие гадости, всякая неправильность, и злоязычие, и всякие сплетни, зачем это все читать. И тогда он не читает светская литература, ведь она неправильная, и не хороша, и так далее, он не знает светского знания. В результате, сосредоточиваясь на святости, казалось бы, он теряет общение с окружающим миром. То есть, в результате он не может исправить окружающий мир. Ведь если ты не смотришь на то, что происходит, ты не знаешь, что происходит, то как ты можешь потом повлиять на этот мир, когда получается, что ты совершенно бессилен повлиять. И да, ты преподаешь в Ешиве, только сама эта Ешива ничего сделать не может. И те ученики, которым ты преподаешь в Ешиве, они не смогут исправить окружающий мир, ведь они не знают, как он устроен, как с ним нужно работать. Он происходит вне окружающий мир, вне рассмотрения учителя. И вот это, соответственно, приводит к тому, что в этих Ешивах кризис, и потом эти ученики не способны справиться с окружающим миром, и весь окружающий мир разваливается. То есть, установка на чистую святость, которая здесь возникает у Моисея, и которая, видимо, продолжается в процессе хождения по пустыне, эта установка, с одной стороны, педагогически вначале верна, но в длительной перспективе она трагична. И, может быть, именно из-за этой установки Моисей в конце концов не знает, что происходит с новым поколением, что происходит с теми, кто выгнал в пустыне. И поэтому к концу жизни мы об этом будем говорить, если на все будет нормально, Боисея Ташем в конце обсуждения книги чисел. Когда Моисей неправильно понимает то, что хочет народ, неправильно бьет по скале, и из-за этого снятся руководства. То есть, он же не в состоянии руководить теми людьми, которые выросли в пустыне этим новым поколением. То есть, иными словами, с этого момента начинается отстранение Моисея от будущего развития народа. Все предыдущее развитие народа он знал и понимал. И поэтому продвинуть то поколение, которое выросло из Египта, Моисей мог. А вот новое поколение, которое выросло в пустыне, Моисей его уже не знает, не понимает, и, соответственно, в конце концов будет дальше с новым поколением. Вот проблема эта заложена в том покрывале, которому он здесь закрывает свое лицо. Вопросы? Вопросы, если я прочитаю. Особенно выражение лица, сияние. Ну, не знаю. Окей. Значит, вопрос, который был задан. Моисей закрывал лицо по крывалам по повелению Бога или по собственной инициативе? Я не вижу здесь никакого повеления Бога. У нас нигде не написано, что Бог повелел Моисею закрывать лицо. Есть повеление Всевышнего «оставайся со мной», когда весь народ после дарования Тары, соответственно, весь народ расходится, а Бог говорит, Моисей, оставайся со мной. И на этом основан медвяж, который говорит, что Моисей не вернулся к своей жене, в отличие от остального народа, и дальше как бы разделился к своей женой, и так уже был от нее отделен, и все удалился историю хождения по пустыне. Ну, опять-таки, от медвяж, его не обязательно понимать прямо, но ни о полу божественного повеления о закрывании муфа не видит. Вопросы? Сейчас я должен буду загрузить следующий курс текст, и это не сделаю, к сожалению. Так, пока что можно подумать над запасами. Пока грузится файл, я хотел сделать некоторое техническое замечание. Обращаю наше внимание, что на следующей неделе есть две лекции Пинхаса-Полонского, одна, как обычно, как сегодня, через неделю, то есть «Бьем камеши-честь лет». А есть дополнительная лекция, которая будет во вторник, соответственно, 18-го числа «Бьем камеши» тоже в 7 часов. И ссылка на ней, ссылка на эту лекцию находится уже на странице курса. Сейчас, секундочку. Пока. Спасибо. Да, секунду, правильно было отмечено. Во вторник лекция начается на ночь. Почему? Потому что за ней следует лекция Давида Капилёвича. Поэтому действительно не в 8, как обычно, а в 7, и не в 4, а как это называется, во вторник. Господи, да, но это не отменяет лекция 4. Так, продолжим. Итак, мы перешли к разделу Ваягзель. Мы закончили раздел Титиса, перешли к разделу Ваягзель, что после того, как Моисей спускается в горы, он осуществляет строительство Скинии. И это начинается с того, что собрал Моисей всеобщество сынов Израилевых, и первое, что он им дает, первую заповедь, которую он им дает, это заповедь о субботе. Заповедь о субботе предваряет построение храма, поскольку само строительство надо было прекращать на субботу. Вообще мы говорили, наверное, о том, что есть два аспекта святости, особой святости. Это аспект особой святости места, который реализуется в храме, и аспект особой святости времени, который реализуется в субботе. И эти два аспекта нужно соединять. При этом, поскольку еврейский народ долго очень, 2000 лет почти что, через 50 лет, у нас исполнится 2000 лет отсутствия храма. Интересно, дойдет ли до этого времени, или мы построим храм раньше, пройдет его за 2000 лет с его разрешения. Но, значит, как бы то ни было, евреи привыкли за такое длительное время жить без храма. Так что даже развилась концепция, что евреи вообще не строят храм в пространстве, что это вообще не еврейское дело, и что это не соответствует иудаизму, и что поскольку Всевышний Всюду, что это было приезжать на древности, а вообще-то есть храм во времени. Вот суббота – это храм во времени. Но, конечно, это просто перебор. На самом деле, то, что есть, например, суббота, особое время, никак не мешает тому, что Бог присутствует в каждый момент времени. И также то, что есть особое место в пространстве, которое называется храм, или там Иерусалим, или страна Израиля, никак не противоречит тому, что Бог присутствует, божественное присутствие есть во всяком месте. Просто кроме того, что есть во всяком месте, также есть особое время, это суббота или праздник, есть особое место, это страна Израиля, или Иерусалим, или храм. И поэтому храм, он сущностно присущ иудаизму, на самом деле. Но в начале, во время строительства храма, есть связка между храмом и субботой. То есть, строительство храма должно учитываться в субботу. При этом дальше, когда храм функционирует, то в храме суббота как бы даже не соблюдается, что ли, как можно выразиться. Скажем, там, например, в храме зажигают огонь, поддерживают огонь, перекладывают огонь, сжигают жертвы в субботу. И все это как бы нарушение субботы, но в храме это все действует, все это разрешается, поскольку в храме особый статус. Но это вот особый статус храма, он только когда он функционирует. Когда он строится, нужна некоторая связка, то есть связка пространства и времени. Вот эта связка пространства и времени выражается у нас здесь в том, что в процессе постояния храма суббота должна соблюдаться. И здесь есть важное добавление, которого не было у нас раньше, про субботу. Написано, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. То есть, таким образом, есть общие законы храма, есть общие законы субботы, есть общий принцип, что в субботу нельзя работать. Но есть особый, как бы отдельный закон. Это закон о зажигании огня. То есть, все субботние работы здесь не перечислены. И вообще, субботние работы мы знаем только из устной традиции. 39 субботних работ – это устная традиция, что такое работа и что такое не работа. Какая именно работа запрещена в субботу. А вот зажигание огня, оно установлено отдельно. То есть, зажигание огня – это как бы самая выделяющаяся субботняя работа. Особая субботняя работа. Почему именно она? Почему именно огонь? Да, кстати, интересно отметить, что «не зажигайте огня» может быть переведено по-разному эта фраза. Может быть, «не зажигайте огня», а может быть, можно перевести так, что «не пусть не будет гореть огонь во всех жилищах ваших дней субботы». И из-за этого караимы, скажем, решили, которые читали старухи по буквальному тексту, решили, что вообще в субботу не должен гореть огонь. Поэтому они, соответственно, в субботу сидят в темноте и не с холодной едой. А вот устная традиция, без тебя, там совершенно по-другому. Наоборот, нельзя зажигать огня в самую субботу, но можно, чтобы огонь был зажжен и раньше. И именно на этой идее установлена заповедь субботних свечей. То есть субботние свечи – это не постановление Тары, это постановление мудрецов. И оно как бы в противопоставление к саддукеям и тараимам, пытавшим сочетать Таро безумственной традицией просто по тексту, которые толковали, что нельзя, чтобы огонь горел. Иравинская традиция подчеркивает, что огонь можно зажигать перед субботой. И, соответственно, поэтому есть именно зажигание свечей именно перед субботой, чтобы свечи горели в субботу в качестве противопоставления устной традиции и караимскому прочтению Тары. Но это как бы такая деталь устной традиции. А сама заповедь зажигания огня в субботу, почему именно эта вещь выделена? Тара этого не объясняет. Но, видимо, мы можем предположить, что зажигание огня – это как бы квинтэссенция работы. Вот самая работа работы – вот это зажигание огня. И зажигание огня выделено тем, что все субботние работы запрещенные – это не просто перенести тяжелую вещь, или не просто, не знаю, там, поднимать штангу, что является, может быть, тяжелой работой, но совсем не является запретом субботы, а именно создать что-то новое. Сама сущность субботних работ – это не то, что называется на иврике «авода», а то, что называется на иврике «малаха», как бы созидательная работа, которая производит новый объект, изменение состояния мира. Поднимание штанги могут изменять самого человека, в смысле его, так сказать, физической перерывки, но не является изменением мира. А суть субботних запретов – это изменение мира. И в вопросе изменения мира огонь – это самая сильная вещь, которая есть у человека. Если мы вспомним Маугли, то как раз человек отмечается от животных тем, что все животные от огня бегут, а человек от огня не бежит. Это, разумеется, действительно сущностная разница между человеком и животными. Человек может владеть огнем. И вот через это владение огнем человек, собственно, изменил мир. Через владение огнем были созданы металлы, через владение огнем были созданы инструменты человека. И вот это владение инструментами, оно неотделимо от владения огнем. И поэтому огонь – это и есть самая работа по производству новых объектов. И поэтому огню такое внимало. И здесь интересно отметить, что понятие огня изменялось в истории. Что такое огонь? С точки зрения химии огонь – это окислительная реакция. А вот с точки зрения тары или галахи огонь совершенно не обязательно это речь. Например, электричество. Электричество началось с дуговых ламп, которые явно были огнем. То есть с них прям вот эта искра горела. И поэтому было решено в 19 веке, когда только появились электрические лампы, было решено, что лампа приравнена под длину. А потом появились лампы накаливания, в которых раскаленная нить. И никакой реакции отчисления не происходит. Понятно, если бы она происходила, то нить тоже сгорела бы. И тем не менее, она тоже была объявлена огнем. То есть определение огня было как бы пересмотрено. То есть огонь – это то, что яркое и горячее светится. Если горячее светится, то это огонь. Надо бы светиться, потому что горячее. Но потом у нас стали появляться другие виды электрические вещи. Например, скажем, лампы дневного света. Там нет такого горячего объекта. Или, например, там лампы на диодах. Там вообще никакого горячего нет, а светится. Но есть вещи, где и свечения нет. Скажем, вся электрическая аппаратура современной, все компьютеры. В них электричество работает. Но ничего не скрип. Понятно, что если компьютер не скрип, то компьютер нужно срочно в ремонт нести. Или он даже сгорит в ближайшем времени. То есть никаких искр не проскачивает. И тем не менее, все это было зачислено под огонь. И поэтому все направления совершенно аэродоциального иудаизма, все согласны, что нельзя пользоваться в субботу вот такой вот электроникой, которую мы включаем и выключаем электричество. И хотя это совершенно далеко ушло от огня, и, в общем-то, точно не может быть приявлено к огню, и, конечно, свечение экрана компьютера ни этим огнем не является, но в этом есть некий очень важный смысл. Смысл состоит в том, что электричество и вот эти компьютерные системы, это и есть, в общем-то, огонь современной цивилизации. Это и есть то, что позволяет нам властвовать над миром. Самая сильная власть сегодня над миром – это электроника, электричество, и через нее дается все управление и создание. И поэтому то, что эти вещи все создающие, новые, что они все были приравнены к огню и были запрещены в субботу, в этом есть очень правильная сущностная логика, хотя формально, конечно, ничего из них огнем не является. Ну вот я думаю, что это все. На этом мы здесь остановимся сегодня и продолжим в следующий раз. У меня есть некое техническое замечание, опять же. Спасибо. Продолжение следует...